Приветствую вас дорогие зрители на канале Михалыч Топик Геймс. Мы на аккаунте Михалыча и я вот в полицейском участке у меня есть карточки лейтенанта и собираюсь здесь открыть все три зеленых ящика. Но это сегодня не самое главное в этом видео. Мы сегодня будем открывать на всех трех аккаунтах все самые крутые ящики. На этом мы откроем за карточки лейтенанта. На следующем аккаунте мы откроем за карточки капитана вот эти синие. Ну и еще на одном аккаунте за карточки инспектора. Откроем кучу ящиков и посмотрим что же мне выпадет. Ну а пока что давайте наслаждаться лейтенантскими карточками. Сейчас мы активируем все три карточки и получим с них лут. Наверное в следующем видео мы соберем терминал, так как уже я понимаю что можно собрать терминалище и получить на один ящик больше. Так первый ящик это чертеж укороченный ствол на фэнскар. Не знаю где он у нас уже выпадал. Есть ящик с оружием, есть винчестер. Ну короче это все мы пока что забираем. Имею достаточно большое количество, ой хорошие М16, достаточно большое количество свободного места, поэтому забираю. Следующий ящик и опять укропоченный ствол. Ну красный лазер. Да конечно очень много белых чертежей я выбил, когда чистишь красные локации. Так еще одна Мочка, еще лучше. Отлично ребят, 2 М16. Я так понимаю что если серые будут у нас чертежи, то практически все серые у нас уже есть. Да и компенсатор на винчестер тоже уже есть. Так я думаю что штаны будут мне например важнее чем эти чертежи. Они у меня уже есть. Слава богу если что мы за ними еще приедем. Короче чекаем что у нас в ящике с оружием. Ах труба, думал еще один огнестрел. Ну и что итоги подведем. Да ладно шоколадно, еще и блин наш персонаж захотел пить. Это просто ужас, а я приехал без и ничегошеньки. Так я быстрейшим образом отправляюсь на базу. Давайте подведем быстро итоги. Это 2 М16, 1 винчестер, труба, мачете, катана. Ну и двое штанов. Одни военные, другие спецвойск. Ну конечно шлем спецвойск. Немножечко ресурсов. Это все будет нам. Я думаю смотрите как мы все нормально нереально сделали. Сейчас даже заберем несколько чертежей. Если я забуду, то уже не так уж много. Я думаю что можно будет и этот чертеж поменять на фотоаппарат. Так быстрейшим образом я выезжаю на глобальную локацию. Ну а мы увидимся уже на следующем аккаунте. Грузим мы уже полицейский участок на следующем аккаунте. И у нас здесь по-моему 4 ящика. И все 4 мы будем открывать за карточки капитана. Да, как вы видите 4 терминала. Здесь уже это аккаунт ребят Бухозавра. Здесь уже немножечко получше развиливый аккаунт. Ба-бам. Еще. Давай. Еще больше. Так. 4 синих ящика. Посмотрим что в первом из них. В первом из них УЗИ. Мини УЗИ ребят. Глок. Ну и чертеж. Какая? Эргономическая рукоять. Вот это слово. Вот это придумали. Новый модуль. Вот это придумали ребят. Так целый сет брони. Неплохо. Знаете что? Я опять чоппер не взял. На этом аккаунте есть оружейные детали. Карбон. Есть линза, которая нужна нам для модулей. Конечно же алюминий и пружины. Клей и пластмасса тоже забираем. Ну в принципе забираем практически все. Следующий ящик. И смотрим. Ой. 2 М16. Это уже получше. Ну же. Глушитель. Это простой глушитель или вот тот крутой глушитель? Нет. Это простой глушитель, который все-таки глушит выстрелы. Но не полностью ребят. Он все-таки оставляет немножечко шума. И это мешает нам без особенных затрат произвести рейдец. Ну ничего ребят. Это мы переживем. Пока что аптечки заберем. Сетик оставим. Так. Здесь тоже забираем много чего интересного. Ну и приступаем к третьему ящику. Третий ящик. Отлично. Это УЗИ. И М16 обратно. Такие же. Если честно УЗИ не сильно люблю я. И ручка. Что это за ручка? Это ручка для ВССика. ВСС винторез. То есть понятно. Ну и теперь я могу воспользоваться кнопочкой взять все. Все что у нас имелось. Состыковалось. То есть забралось в инвентарь. И последний ребят. Бабам. Это прицел X8. Который у нас уже как ни странно есть. И теперь нужно. 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 Вот так вот красиво сделать. Обязательно сделать. Так что. Вот пластина стальная. Здесь также УЗИ. И также ГЛОК. Так же как и в первом. Только немножечко чертежи другие. Вот сейчас нужно подумать вместо чего ГЛОКи поедут ко мне на базу. То есть здесь однозначно я возьму ГЛОКи. Сейчас мы быстренько застыкуем аптечки. Ну и наверное алюминий оставим. И вот это. Электроника по моему. Электроника. Когда диоды. Ну короче всяческая билибурда. Итоги подведем. У нас есть три УЗИ. Мини УЗИ. Компактный пистолет пулемет. На который можно навесить массу полезных способностей. Я именно сам знаю что это такое. У меня было на Михалыче. На основном аккаунте. Которого я потерял. Куча всяческих модулей. И это УЗИ просто ставало. Мегалодонский крутым оружием. И я конечно каждый кто имеет возможность навесить на него модули. Ребят хуже не сделайте. Промаха практически нет. Скорость атаки бомба ракета. Ну и конечно только урон хромает в этого оружия. И дальности тоже по моему нет. Но в остальном очень бомбовое оружие. М16. Американская автоматическая винтовка. Последняя бот демократии. Короче ребят. Ну и конечно Глачатина. Глок везде. Всегда и везде. Самое топовое оружие будет. Ну мы забрали. В принципе все. И теперь плавненько будем переходить на следующий аккаунт. Где мы залутаем целых 5 ящиков. 5 ящиков за карточки ребят. Инспектора. Давайте перейдем туда. Так мы грузим третий аккаунт свой. В котором мы уже подготовили также инспекторские карточки. Все 5. Здесь максимально сделано всех ящиков. Так мы открываем полицейский участок. И вот в инвентаре у меня целых 5 карт инспектора. Сейчас мы ребят сделаем чудо. Все терминальчики сделаны. Остается только вольфрамовый слиток. Как только вольфрамовый слиток введут в игру. Я буду открывать 6 инспекторских ребят карточек. И так сразу не затягивая. Ближе к делу мы активируем все 5 карточек инспектора. Очень много времени на это уходит. Но тем не менее если очень хочется можно заморочиться. Первый. О май гад. Что это? Оптический прицел их 4. Спасибо ребят за те модули которые у меня уже есть. Именно когда открываешь фиолетовые ящики. Так бомбит когда выпадают модули которые уже есть. Мини УЗИ. Мини УЗИ здесь не простое. А с увеличенным магазином и длинным стволом. Так есть винчестер. Тоже вообще бесполезное оружие. Короче давайте забирать сугубо оружие. Также здесь есть схема полицейского байка. Который мы выбили 99 волн прошли. Блин вот знаете что? Не хотелось бы чтобы здесь выпадали что? Ручка. Ё-моё ребят. И ручка тоже у нас есть. Это конечно очень печально. Но тем не менее у нас есть М16. Ручка, компенсатор и зеленый лазер. Это все мы можем забрать домой. То есть это все будет. Может быть когда-то использовано. В каких-то благих. Или очень крутых целях. Так ну что следующий. Опять офенс кар. Ребят у меня офенс кар топовый. Я могу это показать. Потому что вот он. Я выбил давно уже на офенс кар. У меня тут именно на бухалыче падало очень все. Часто на офенс кар. Ну и продолжает падать. Тоже облегченное цевьё. Это не сам пал. Это ребят ракетница. У зятина иглок. О май гадабл. Короче все остальное пока что мы не трогаем. И это четвертый ящик. В четвертом ящике. Да что вы будете делать ребят. Никаких активных модулей сегодня нет. А то сегодня нету никакого праздника у Михалыча. Сегодня у меня траурный день. За фиолетовые ящики мы открываем только без полезняк. Когда уже можно будет менять фиолетовый на фиолетовый. Почему так редко выпадают активные модули. Это же просто можно с ума сойти ребят. Реально можно сойти с ума. Дробовик, иглок, который удобным магазином, коллиматором и красным лазером оснащен. Ну и последний ребят. Самый последний ящик. Бам-бам. Что здесь есть? Схема полицейского байка. Улучшите байк в гараже. Понятно. Хорошо. Отлично. Ну и эмочка с красным лазером и компенсатором. Немаловажно. Дробовик, иглок, мини УЗИ. Ну и все остальное. Короче, получил я ровно 20 огнестрелов. Давайте немножечко сделаем красиво. То есть сейчас у нас здесь есть реально 7 глоков. У нас реально есть 3 М16. 4 дробовика. 2 винчестера. 3 мини УЗИ. И 1 ракетница. Что бы можно было бы еще сделать в игре с таким количеством топового лута? Наверное, все-таки я отставлю здесь УЗЯТИНУ и 1 винчестер. И мы отправимся в одно место очень закровенное. Поменяем вот эти редкие модули на более какие-то, ну, может быть, не симпатичные. Но зато таких, которых у нас еще нет. Надеюсь, все-таки. Хочу сделать топовый лук. Это была моя мечта. Чисто для себя пофаниться. Так, забыл я сделать одну очень интересную вещь. Это выпить энергетик. Энергетик нам поможет добавить немножечко энергии. И отправиться в бункер Альфа. Для того, чтобы менять эти чертежи у нашего драгоценнейшего инженера. Так, я в заданном месте, где мне нужно было и очутиться. Я в бункере Альфа. Здесь уже ждет меня лифт. То есть, я сейчас буду менять наши чертежи. Очень редкие, очень крутые. На более... Не более, а очень менее крутые. Сейчас вот в этом столе. Смотри, бабах. По два чертежа мне дается. Очень мало. По 20, да, нормально было. По два, очень мало. То есть, 10 чертежей сейчас я собрал. Рандомных всяческих. Посмотрим, какие чертежи мне нужны. Какие же нет. Так, усиленный лук. Это что? Ну, пофиг, ребят. Это серые. Это серые. Это уже есть. Это тоже есть. Так, калашик. Не знаю, понадобятся ли когда-то мне серые вообще модули. Вообще, в реальной... Если у меня есть синие и фиолетовые, понадобятся ли мне серые. Ну, а куда девать фиолетовые чертежи, если они, ребят, просто лежат мертвым грузом. Вот, доступен новый модуль. Еще на фэнскары. Ну и, короче, все, что было, все обменял. Вот такой вот получился у меня видосик. Надеюсь, за старание заслужил я ваш жирнейший лайкосик под этот видосик. Ну и не забывайте подписываться на канал. Ребят, также советовать своим друзьям и близким. Ставьте колокольчик. Чтобы не пропускать новых роликов. Ну и пишите комментарии, насколько вам везет с чертежами. Блин, вот мне на первом аккаунте Михалыча, вот на том везет более-менее с чертежами. Но там, правда, ящички у меня вмешались в игру. И как только я купил первый, у меня сразу чесались руки. Купил второй, третий, четвертый, пятый. И получается, что очень много модулей мне выпало. Теперь очень трудно найти какие-то разные модули. То есть серые даже, я не знаю, смысла нету покупать. Они сами выпадают. Всем пока-пока. Удачи. И увидимся в следующих видео, ребят.